Добрый день, уважаемые телезрители Комсомольской правды, читатели и радиослужители. Я Виктор Баранец, обозреватель Комсомольской правды. Я сегодня имею великую честь в этой студии принять уникальную личность. Вы знаете, я даже испытываю некоторое чувство стеснения от того, что мне придется рассказывать вам о человеке. Ну, это примерно так же, как говорить, что Москва столица нашей Родины, что Комсомольская правда лучшая газета в мире. Это народный артист Российской Федерации, это народный артист Украины, это народный артист Молдавии, Александр Морозов, который сегодня впервые, у нас сплошные бенефисы, сегодня впервые посетил нашу великую газету вместе со своими соавторами. Вместе с женой Марина, это прекрасная балдинка, сидит по левую руку, я не еще что-то интимное расскажу. Это соавтор, соавтор, полковник в отставке Валерий Калинкин, мой давний сослуживец, а иногда и собутылик. А это Алексей Хватский, Алексей Хватский, лауреат международного конкурса, песни которого мы сегодня услышим. Мы сегодня поговорим о песнях, которые чистят нашу душу, мы поговорим о тех песнях, которые поет народ, мы поговорим о тех песнях, которые уже много-много лет у вас на слуху, они стали нашими песнями, потому они стали народными. Это не та летучая попса, после окончания которого мы все забываем, и вот здесь, с левой стороны, ничего не шевелится, а уж тем более здесь. Давайте сегодня побольше дадим слово нашему главному герою. И я попрошу его, как в том зале дома журналистов, родного нам с Валерией, прозвучало попури, которое моментально поставило нашу память на места, потому что вы сейчас услышите то, что вы слышите каждый день. Вы слышите то попури, и безо всякой натяжки, мы часто говорим народные песни. А вот вам сейчас подадут короткие сигналы, и вы это узнаете. Узнаете, как стародавнего друга, узнаете, как своего родственника. Пусть у вас в душе тоже шевельнутся волшебные звуки Морозовской самобытной музыки. Александр Сергеевич, можно, да? Поехали. Ну, несколько коротких фрагментов из маленьких этапов моего творческого пути. В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Малиновый звон на заре, Скажи моей милой земле, Что я в нее с детства влюблен, Как в этот малиновый звон. А пока, пока, по камушкам, А пока, 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 по камушкам, По круглым камушкам река бежит. По круглым камушкам река бежит. Домик окнами в сад, Там, где ждет меня мама, Где качала мою По ночам колыбель Домик окнами в сад Заметает упрямо Золотой листопад Голубая метель Душа болит, А сердце плачет, А путь земной Еще пылит, А тот, кто любит, Слез не прячет, Ведь не напрасно Душа болит. А тот, кто любит, Слез не прячет, Ведь не напрасно Душа болит. И смеется за окном Девчонка звонка, Есть теперь простая Радость у ребенка. Папа подарил, Папа подарил, Папа подарил ей куклу. Вот так же когда-то Сюда мы бегали, ребята, ребята, Глаза блестели, как агаты, агаты, И на щеках играла кровь. А жизнь продолжается, А жизнь продолжается, И каждый из нас За счастье сражается, И так далее. Узнали? Узнали, да? Конечно! Конечно! Узнали! Не каждые стихи поются. Я с трудом тоже когда-то пытался Представить себе, Как можно петь Маяковского. У меня это до сих пор не получается. Но вот Поперечный. Мой тоже любимый поэт. Тоже Горбовский. Скажите, когда наступает тот момент, Когда вы решаете, Это будет песня? Песняный жанр, это массовый жанр. Поэтому моя задача написать такую песню, Чтобы кроме того, Чтобы она нравилась мне и Марине, И моим друзьям, Главная задача, Чтобы она ушла в народ, Чтобы она выражала Те же состояния души У других людей, Которые не имеют к творчеству Никакого отношения, Которые являются вроде как потребителями. Что вам там Соловьем Седов Однажды сказал? Я слышал на одном из ваших концертов Какие-то мудрые слова там. Вообще мне повезло в жизни С моими учителями, Потому что у меня были такие Замечательные учителя. Я имею в виду с музыкальной стороны. Это наш великий русский композитор Валерий Александрович Гаврилин, Автор знаменитой русской тетради И балета Анюта. Ну и конечно же классик наш Василий Павлович Соловьев Седой. И я в то время В начале 70-х годов Очень много Сотрудничал с Эдуардом Хилем. С молодым. Он много пел моих песен. Вот. В то же время Эдуард Хиль пел И романсы, и песни Уже не совсем Уже был он не очень здоров. Василий Павлович, но продолжал писать. Жил в Комарово у себя на даче. И мы иногда его навещали. И навещали его с Эдуардом Хилем. И я садился за рояль И показывал свои песни. Кстати, вот с его легкой руки Родилась песня. Он поддержал и увидел в ней Песню, которая будет Переживет меня, как он сказал. Когда я, кстати, ее забыл сыграть В этом Папури. Вот. Это песня на стихе Виктора Гина Зорька Алая. Ну, я думаю, что Да. Зрители ее хорошо знают. Ты, любовь моя Долгожданная Не покинь меня, не покинь Меня не покинь Когда Василий Павлович услышал эту песню Он говорит, слушай Какой же ты счастливый Ты такой молодой А уже написал песню, которая тебя переживет Вот в этом направлении, говорит И дерзай, потому что Пиши так, чтобы люди Могли не просто слушать А у них, чтобы было желание Эту песню самим петь, без тебя Вот просто в кругу семьи На каких-то праздниках Вот если ты напишешь такую песню Которую у людей Будет потребность ее петь Считай, что ты уже, говорит Не напрасно проживешь свою жизнь Дорогие друзья А сейчас я попрошу Александра Морозова Представить Исполнителя Песни, которая Мне, как военному человеку Особенно дорога Песня называется Честь имею А слова к этой песне Написал мой старинный друг Сослуживец, коллега Валерий Калвинкин Ну что я говорю Давайте дадим слово Александру Сергеевичу Пусть он представит Соавторов Своей новой песни Ну вот вы с Валерием Михайловичем Давние друзья А мы Молодые соавторы Потому что мы Сотрудничаем всего год Но очень плодотворно И мне очень приятно, что Валерий Михайлович Как вот Офицер В запасе У него вот эта тема Гражданская Которая У него вот в крови И Мне Честно говоря Этого тоже не хватало Потому что В этом году Моему отцу Ветерану Великой Отечественной войны Кавалеру Двух Орденов Славы Моему папе Сергею Ильичу Исполняется 90 лет Вот И поскольку он прошел Всю войну И я ему готовлю Большой подарок А подарок будет Этот Новый диск Патриотических песен Военных Потому что я Рос Вот Под его рассказы О войне Он мне часто рассказывал И я вот пропитан И мне всегда это Как-то хотелось Выразить в своем творчестве И У меня много песен На гражданскую тему Ну вот Благодаря Валерию Михайловичу Их значительно Прибавилось в последнее время Я очень рад Что Эта тема Она сейчас Особенно актуальна Потому что Ну вот Наш народ Как-то Переживает Какое-то новое Такое возрождение Духовное Потому что мы Стали забывать Какие-то корни наши И подвиги Наших отцов И дедов И мы решили Вот это дело Все-таки Эту связь нельзя Прерывать И вот нам Очень приятно Что в нашем Вот полку В нашем Театре песни Самородки России Мы его называем Театр песни Появился Такой замечательный Талантливый человек Алексей Хватский Он прекрасный музыкант Прекрасный аранжировщик Но он еще Замечательный исполнитель У него Мы открыли случайно У него Прекрасный баритон И вот Когда Появилась песня Честь имею Я сразу Леше предложил Быть первым исполнителем Этой песни Потом Потом Субтитры 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 Отвечу Субтитры 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 Субтитры